всем здравствуйте кто зашел на мой канал смотрю на себя немножко уставшая после работы извините нет полного фельдеперса ну да ладно прорвемся сегодня хочу рассказать о своих неудачных походок походах зубному врачу здесь на территории сша сколько это мне обошлось за какое время это все делалось и с каким результатом я уходила в общем девочки первый мой опыт был после того как я приехала с украины через две недели буквально у меня произошел произошла трещина в мосту тыс я не имела уже возможности ехать обратно и лечиться ремонтироваться у своего дантиста вот и мне пришлось здесь сделать запись и начать лечение здесь но я думаю все попаду хорошему специалисту сделает мои зубы буду потихонечку если мне понравится буду делать полностью уже так скажем все эти операции все эти моменты отбеливания там и наращивание и омолаживание улыбки очень все все дела ну что муж записал меня к врачу мы записались не не глядя так скажем на обум то что было поближе к дому вот мы не смотрели никакие там рекомендации не спрашивали у друзей хотя нужно было это большая ошибка ну что я прихожу на прием и сразу после того как я увидела уже этого врача сразу же поняла какой будет результат нулевой может я неправильно себя настроила я не знаю но я глядя на пожилого человека лет 70 поняла что он не на киев повышение квалификации не ходит никакие новые так скажем методик не знает так оно и оказалось еще плюс заглянула его на его зубы это же стало все понятно вот какие зубы такой мастер в общем начали работать начали работать значит они делали этот мост 6 месяцев это тоже строк вообще сумасшедший я не знаю как будто я пошла и делали все зубы как люди будут снимать все свои живые натуральные зубы вставляют полностью всю эту синтетику 3 несчастные 3 несчастные единицы 6 месяцев один раз собеседования потом чистка потом снимают значит размеры оттиски для ла 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 короче результат сделали они мне такое впечатление что они залепили мне жвачкой то место как будто бы для старой старой пожилой женщины которые в принципе все равно то есть не глядя на эстетику не глядя на без всякого расстояния между зубами вообще вот мало того что они со мной не обсуждали цвет неправильно подобрали этот цвет был гораздо темнее чем мои натуральные зубы вот дальше моменты по окончанию работы они мне не дали зеркало я не посмотрела результат просто они мне объявили о том что все мы закончили я когда пошла в холл нашла зеркало какое-то декоративное там была мутненькая я туда взглянула и в общем-то ужаснулась вот тогда я уже увидела результат конечно я сразу слезы появились на глазах и девушка с регистратурой с ресепшена подошла игры что случилось вам плохо вам помочь и груда посмотрите будет какой как какие мне вот поставили зубы какой вот мост не поставили она горит вам не нравится игры нет мне не нравится на секундочку я пойду сейчас это вот скажу об этом врачу но опять я зашла в кабинет опять начала им будут уже претензии предъявлять что как это так посмотрите различное в цвете одно темнее одно светлее игр почему мы зеркало мне не дали по окончанию работ почему мы не обсудили цвет зубов если вы неправильно подобрали игры что теперь делать молчат клипают глазами мы можем вам переделать я игры сколько это опять будет полгода полгода опять ходить к вам столько времени тратится кошмар мы не знаем мы не знаем что делать я говорю я знаю игры теперь вы можете мне просто отбелить все зубы выровнять а в один цвет ой да это хорошая идея но я думал они согласились до бесплатно отбелить но я думала они будут работать вот этим лазерным отбили отбеливание а что они сделали они подготовили вот эту жидкость сняли отиски которые до моста отиски у них были сделали эти капы персональные и прислали мне на дом в шприце в тубе вот эту вот жидкой чтобы я самостоятельно отбеливала зуб сколько это стоит конечно бесплатно вам будет все такая ерунда я пришла домой делу показал и люк как это так можно сделать это только для пожилых уже совершенно пожилых людей можно так делать я бы я буду снимать этот мост естественно мы заплатили там страховка покрыла где-то 75 процентов и где-то около 1800 еще пришлось заплатить нашей семьи за что за нулевой результат я делу предлагала я говорю давай будем судиться с ними не они не надо зачем вот это надо вот это будет хождение разбирательство мне легче заплатить чем вот вот это ходить разбираться ну ладно дальше 2 вот мой опыт experience похода к дантисту нашли значит другого дантиста уже прочесть прочли всякие отзывы все было хорошо хорошие фотографии все пришли на прием объяснили что так и так показали вот эту работу предыдущую которую я хочу снять и я хочу сделать хорошие хорошие то есть зубы под натуральные анатомические со всеми рельефами со всеми там расстояниями что все было как натурально он да да ужасная работа я вам сделаю я вам омоложу улыбку я вам типа наращу там зубы вот особенно вот передние нужно будет делать и кстати девочки я уже сделала эти отиски вот то что мне муж подарил вот сделали отиски отослали вот и скоро ко мне придут вот эти вот брекеты инвизибл невидимые и я тогда уже сниму полностью видео вам покажу извините засыпаю и скоро короче буду ходить брекетах но скоро мои зубы сомкнуться и будет красивый я надеюсь вот так что он нас уверил что да плохая работа мне тоже не нравится вам сделаю все типа по высшему уровню ну что сделали ходила уже меньше не полгода ходила уже по моему два месяца вот результат как бы неплохой но тоже были у меня претензии но я об этом им не сказала то есть они уже задействовали не три единицы уже 4 было единицы вот и они мне сделали там один зуб он не смотрит как бы вверх красиво по направлению они сделали его скосили тоже к этой ерунда ужас ну ладно я пропустила пропустила не сказала об этом но проходит где-то месяца три я чувствую шевеление я чувствую что мост как-то вот подпрыгивает когда емку это жесткую пищу там кусочек там стейка вот такое чувствую движение сказала мужу я говорю запиши мне мне кажется если я сделаю какое-то неправильное движение у меня выпадет и все игру нужно пойти к нему на прием пускай он проверит пришла рассказала проблему пощупал потыркал подергал и не у вас все хорошо ну ладно хорошо это вам кажется через месяц значит приходит извещение сообщение что типа мы вождем на очередную чистку я прихожу вот это помощница дентиста значит меня спрашивают все ли у вас хорошо ничего ли у вас вас не беспокоит я говорю да беспокоит на что я говорю вот ваш врач работал вот вот с этой областью с этой стороной делал мне новый мост и вот на сегодняшний день мне кажется что он как-то в каком-то движении она сейчас секундочку я пойду ему скажу приходит опять щупает дергает так делаем снимки сделали снимки посмотрел снимки оказывается там внутри трещину кто виноват никто виноват клиент должен платить деньги то есть мы опять начали разбираться если вы подготавливали да вот эту территорию вот эти четыре единицы вы же наверно подготавливали все там эти корни каналы я не знаю что значит вы неправильно подготовили площадку нет мы переделывать ничего не будем типа это не наша вина что выход какой сейчас выход какой будут удалять самый последний зуб бесплатно удаление зуба по тысячи там с копееками стоит значит они согласились бесплатно и получается будут делать три штифта штифты тоже пока они приживутся это тоже долгий процесс а за штифты естественно мы будем платить вот и вам вся история мои походы к дантисту к американским профессионалам чтобы повсирались такие деньги ужас те же самые материалы то же самое оборудование я не знаю мне кажется у нас намного уже более квалифицированные специалисты не только в этой области а во всех областях здесь куда не пойди никуда не 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 наткнешься на некачество мне казалось что в америке наоборот люди все настолько профессиональные настолько щепетильны во всем то у них должно быть все на высшем уровне и чтоб не не придать не вне придири не придираться к ничему не придраться вот господи чтобы не про не придраться ни к чему не было возможно а здесь на каждом шагу так что америка девочки и мальчики ждет специалистов те кто живут здесь где знают нужно найти хорошего маникюрщицу педикюрщицу косметолога дантиста даже врача своего терапевта тоже нужно хорошего специалиста найти нужно время для этого нужно переходить наверно несколько чтобы попасть на хорошего как у меня проблема с руками тоже вот постоянно же в работе так скажем и днем и ночью и получается у меня начинает болеть вот здесь вот суставы то есть я получается постоянно в работе вот видите вот он сейчас об вот так прыгает об и получается что за ночь руки не успевает отдыхать и не успевает наполняться суставная жидкость и прошлом году я делала вот уколы то есть как каждую эту фаланга нет не знаю в каждый вот палец каждый сустав нужно делать укол они такие болючие такое впечатление что себя жилы тянут вытягивают ужасная боль и вот так вот мне врач приписала вот эти уколы колы действуют где-то полгода полгода 7-8 месяцев как у кого они вот выдерживаются и вот я принесла вот эту процедуру ужас думала чокнусь типа как роды как схватки ужасно в этом году опять я чувствую что начинается вот от об короче в этом году чувствую тоже начинается вот этот вот боль такая опять же мы пошли к врачу я насмотрелась информации на ютюбе по интернету вот и я пришла к врачу я говорю пожалуйста сделать давайте мы сделаем анализ то есть они ничего не предлагают вот пока их не толкнешь не раскачаешь не дашь понять что ты что-то тоже смыслишь где-то как-то в чем-то толка не будет я говорю давайте сделаем анализ и потому что артриды артрозы разные виды что у меня какая у меня проблема с руками да 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 короче сделали все анализы коса у меня нет никакого не артрита не артроза послала она меня еще куску кускому специалисту именно по рукам вот там он посмотрел все эти анализы сделали еще снимки и что он мне сказал что это просто вот мне нужно работать в этих на пульсниках во первых короче это растяжка сухожилий вот и выписал значит таблеточки говорит давайте мы обойдемся без уколов потому что я знаю что они очень очень тяжелые эти уколы и мы попробуем сначала таблетки и такой хороший врач всем не рассказал всем не объяснил на каких-то картах схемах все вот эти мышцы все вот это вот начал мне объяснять показывать что вы думаете я буквально там 45 дней при принимала начала принимать эти таблеточки и все у меня как рукой сняла все вот я до сих пор сейчас принимаю вот вот немножечко немножечко один вот как бы это вот застревает так что вот так нужно быть в поисках ходить один не понравился к следующему 2 к следующему и так вот быть в поисках но мне кажется что мы намного профессиональные во всем так что вот так сейчас вам покажу я сейчас я вам хочу показать свои зубные пасты чем я пользуюсь в общем пройдемте ко мне в ванную комнату за мной привет это я девочки не знаю как поставила камеру очень как будет так будет очень хочу вам показать чем я пользуюсь какими зубными пастами значит вот это вот новая новый какой-то бренд этапой киннинг туз пейст с чаркал господи с углем уже не знаешь как по-русски в общем она темного цвета черного цвета получается хорошо отбеливает мне она нравится и немножко как бы оздоравливает десна в общем очень полезно как активированный уголь наш вот этим я пользуюсь даже тоже фирма только беленькая уже пасточка просто освежающая с ментолом дальше вот такую купила колгей тоже с углем буду пробовать еще не распечатывала эти пасты можно купить кто живет в америке в марте то есть цена приемлемая гораздо дешевле чем в этих себе с и так далее вот такой пакетик дает дантист после каждого приема значит здесь зубная щеточка но обычно потом идет такая походная зубная пасточка хорошо путешествие брать кстати вот мы едем в субботу в миннеполис миннесоту и вот такие вот нити они дают для чистки едем миннеполис на большой пати от мужа компании они собираются раз в году собираются всех компаньонов жены дети и такой большой обед и для жен специальная программа идем на концерты идем отдельно в кафешку посидеть идем отдельно в ночной клуб а потом уже с мужьями встречаемся на другой территории дальше проводим время значит это отвлеклась вот такая у меня есть натуральная щетка обычная обычная но натуральная дальше я купила наш советский зубной порошок это отбеливающий зубной порошок как мы раньше чистили зубы тоже мне очень нравится дальше вот второй такой вид с морскими минералами хороший вот так я периодически меняю меня я одной пастой не пользуюсь дальше потом я использую для отбеливания домашнего вот такие всем известные уже полоски краст фирма хорошая паста и хорошие полосочки нужно выдерживать их 30 минут но я держу меньше так как у меня очень как это сказать чувствительная эмаль я держу около 20 минут 30 минут я не держу есть результат так как я пью кофе я пью чай это все красящиеся вещества это опять же идет налет и в общем это нужно применять гораздо чаще а если человек еще пьет вина красные плюс там курение шоколад все это все это делает зубы конечно немножко с темного темным темным оттенком и вот я вам хочу показать вот эту детскую пасту крас тоже для детей kids которая нашумела на ютюбе некоторые блогеры позволяют себе продавать такую пасту нашим соотечественным соотечественникам за 32 доллара эта паста девочки стоит 1 доллар в долларовом магазине вот я ее покупаю для своей племянницы высылаю так что вот так некоторые нечистоплотные люди наши делают деньги на пустом месте а мы ведемся 32 доллара за что ты же не стоишь за ней в очереди нет ажиотажа ты пришел наложил себе в так скажем в эту сумку и пошел заплатил и пошел я честно говоря не понимаю как так можно такую цену продавать в общем вот там девочки ну все вот вот такой мой уход так скажем пишите что вы думаете об этом лечите зубки на своей территории а потом приезжайте в америку потому что здесь очень тяжело найти хороших мастеров хороших дантистов все всего хорошего до новых видео наверное буду делать видео с меня полиса и до встречи пока будьте здоровы